всем привет дорогие друзья я всех приветствую на своем канале сегодня у нас видео показ украшений если вы со мной давно то вы знаете что это не только специфика моего канала не только украшения а также примерки обзоры магазинов примерки каких-то интересных красивых луков те кто любит вот украшения то сегодня видео для вас скажу для тех кто первый раз у меня на канале я живу в канаде украшения покупаю в наших магазинах second hand не винтажных а именно магазинов second hand где в принципе продают их не очень дорого и очень увлекаюсь этим делом люблю показывать люблю покупать люблю демонстрировать и все всегда примеряю на себе все украшения а сегодня давайте начнем наш показ как вы видите по вот так сказать картинки общей то чего я буду сегодня показывать то у нас много чего очень интересного необычного и красивого ну что ж дорогие друзья давайте начнем сегодняшний наш показ с двух брошей я если честно покупала их отдельно сначала большую потом маленькую или наоборот я уже не помню я просто помнила что у меня была вот такая вот по моему маленькую я сначала купила и когда увидела большую я подумала что она точно такая же и очень будет красивый комплект но она оказалась не точно такая же она немножко другая но в принципе они очень удивительно подходят друг другу маленькая брошь стоила вот видите 399 а большая стоила 6 вот но мне кажется что даже несмотря на на то что они не совсем одинаковые я думаю что они очень красиво будут выглядеть вместе я их собираюсь так вместе и носить потому что несмотря на то что они разные они видите очень похожи по по сюжету хотя и по по цвету и по фактуре хотя вот это вот из такого битого металла это это в общем то такая не гладенькая как сказать не в общем видите это немножко только побитый металл а это совершенно такая вот ровно обратная сторона у них очень похоже но это брошь маленькая маркирована а большая брошь не маркирована то есть я понимаю что они не были созданы одним и тем же производителем я не помню какая здесь была маркировка давайте посмотрим что здесь написано наверное я ее не разобрала ну вот видите знак копирайта и что-то такое что я не поняла да не могу сейчас прочитать это брошь она хоть и не маркирована но вы знаете она очень качественно сделана у нее очень крепкий большая игла она довольно тяжелая и вообще я люблю брошь мятого из такого мятого металла принципе их можно носить по отдельности это тоже брошь такая тяжеленькая хорошая у меня знаете новенькая коробочка девочки многим не писали не надо никакой коробочки не надо никакой подставочки очень хорошо все показывать в руках ну я понимаю что всем не угодишь но я стараюсь прислушиваться к комментариям и пожеланиям и к советам поэтому я вот пытаюсь как-то сделать это более интересно и более эстетично так скажем вот эта коробочка видео нет к черный материал бархат не бархат что-то подобное но во всяком случае лучше чем та деревянная деревянная была коробочка это однотонный однотонного цвета черного на черном все хорошо выглядит и немножко бархатная бархатная подложка ну вот 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 так вот выглядят эти брошечки очень интересная форма хотя видите вблизи если присмотреться они не так уж и похоже но я вам хочу сказать что тут еще камера немножко делает цвет меняет потому что на самом деле золото очень похожего цвета а на камеру как-то выглядит это желтее а это менее желтое но тем не менее следующее украшение это вот такие вот замечательные сережки сделанные в стиле клоузане стоили они 6 долларов давайте снимем их с ценника я вам их покажу сейчас вот так на руке клипсы легче показать их можно зацепить за пальцы посмотрите какая тонкая работа но вообще работа в стиле клоузане это всегда очень красивые и такие знаете изящно выполненные украшения потому что сам способ изготовления украшений в этих в стиле клоузане он предполагает очень детальную выработку очень тонкую работу я думаю что многие знают что это такое для тех кто не знает это выкладывание рисунка с помощью медный так или какой-то металлической не знаю какой проволочки и заполнение вот этого вот как бы трафарета эмалью красками очень очень интересные серьги небольшие маленькие довольно но кстати я вам хочу сказать что первый раз с этим стилем клоузане я познакомилась глубоком детстве у моей бабушки была какая-то ваза как мы называли китайская мы не знали название этого но знаете вот так даже хуже видно такая ваза для фруктов на высокой ножке такая лежала такая тарелка привинчивалась вот прям привинчивалась большой блюдо к высокой ножке и вся эта ваза сделана была в стиле клоузане она была на голубом фоне выложен рисунок вот именно вот так вот проволочками и залит эмалью она была голубая и рисунок был именно вот таком китайском стиле даже не знаю откуда моей бабушки была эта ваза потому что на мой взгляд эта вещь довольно дорогая так на я увлеклась рассказами про старинную вазу моей бабушки надеюсь что вы не заскучали следующая брошь которая стоила мне 6 долларов ручка брошка брошка простенькая но элегантная изящная так значит маркировок никаких нет на ней застежка плечики такая аккуратненько хорошо сделанная брошь конечно винтажная безусловно сделано очень интересно вот такими вот толстая такая проволока накручены вот такие вот как будто бы скручивать такую цветочку на самом деле это не проволока довольно крепкий металл и в центре вот такой вот рубин позволю мне сказать хотелось бы чтобы это был настоящий камень но я не думаю конечно я думаю что это стеклышко да я знаю что есть такие штуки которые определяют такое устройство которое определяет настоящий камень или это стекло у меня его нету я не такой степени продвинутый искатель ценностей очень похожи на рубин и вообще брошь металл немножко похож как будто бы это позолота но не знаю трудно сказать опять же по картинке я ничего не нашла поэтому не знаю не знаю может быть и позолота может быть и рубин но вряд ли конечно скорее всего просто металл и красный рубиновое стеклышко еще одна брошка вы знаете настолько интересное и необычное стоило она тоже 6 долларов вот ее бумажка наклейка на нам не оторвалась почему-то ой нет это не от нее это другой а сколько это стоило я не знаю ну ладно тоже около там 456 долларов я не помню давайте я можете вот ее я как раз уложу на коробочку потому что она как раз просится требует можно сказать что она такая маленькая что может быть вот как раз в этом случае мои руки мешают и разглядывать очень интересно я думаю что брошь винтажная производит впечатление я потом переверну вам ее покажу как она выглядит с обратной стороны маленькие малюсенькие беленькие ну жемчужинки не бисер такой я бы не сказал что это жемчуг какие-то белые бусинки может быть имелось ввиду жемчуг такой это называется сит сит pearl ну как семечки и интересные вот такие вот зеленые зеленые камушки 2 2 2 вставки из зеленых кристаллов я вот не пойму они такие должны быть или они как-то немножечко мне допустим что это должен должна была быть брошка аврора более алис но как-то вот это покрытие немножко сошло слезла или может быть вот так это имелось ввиду вот я вам показываю близко-близко что может быть так и должно было быть не знаю но она такая тоже знаете тяжелая крепенькая это хорошо сделано давайте посмотрим ее с обратной стороны как она выглядит маркировок никаких нету игла довольно длинная видите из чего я сделаю заключение что она конечно же винтажная но и вообще такой знаете стиль сюжет сюжет нету но стиль я бы сказал этой броши он выглядит довольно винтажно интересная брошь маленькая но ой но очень симпатичная такая знаете не каждый раз встретишь вот видите я показываю в руках даже видно лучше чем на на этой коробочке что-то я никак не не найду правильный способ показа видите вот эти вот сейчас видно что это жемчужинки на коробочке как-то не было видно было просто как будто бы белые бусинки все на месте брошь симпатичная наверное слишком долго я на ней останавливаюсь заслуживаться на того или нет я не знаю но мне кажется что да еще одна брошь великолепная шикарная большая прибольшая смотрите какая она видите на на моей руке я потом конечно не примере вы видите как скорее всего на латском пиджака жакета 799 я за нее отдала это не очень дешево в магазине магазин который довольно дорогой и маркировок никаких нету я думаю что она современная возможно даже китай видите сделала так с обратной стороны сделано хорошо сделано качественно даже если это китай даже если это современная то сделано очень качественно поразила на меня своей красотой такая ажурная вязь очень красивые прозрачные белые кристаллы переливаются да скорее всего современная брошь но не менее прекрасно конечно если бы она была винтажная она была бы еще более прекрасна но мне она нравится и даже без того чтобы чтобы быть винтажный в принципе она настолько красиво очень очень хорошо сделано элегантно и аккуратно и все камушки на месте видите как она блестит переливается очень красиво следующее изделие это не брошь это такие как это называется лежалки цыплялки и могу вспомнить название дурная голова совершенно бестолковая короче девочки не могу вспомнить название как правильно называть вот это вот изделие в принципе это такая штука которая использовалась для ну вот можно было допустим кардиган с двух сторон вот так вот закрепить и как застежка принципе она использовалась видите это такие это не не брошь и не здесь нет иголочки здесь нет застежки а есть вот такие вот держатели что ли я не знаю как вот все слова повылетали из головы интересная вещь маркирована маркирована номером патента эти написано здесь есть номер и буквы по моему патент или 5 или что-то в общем вот такое ну в общем короче стоит номер патента на обеих из них интересный такой сюжет это наверное пластик что-то такое с этим листочком который или нарисован как-то внутри или как-то не знают затрудняюсь сказать вид этой техники как это называется но очень брошь такая знаете осенняя правда такой 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 коричневый осенний лист такой немножко пожухлого цвета я бы сказала но брошь интересная почему я называю это брошь это не брошь просто я забыла как называть как называть это это изделие памяти совсем нет но вы понимаете для чего это это еще можно было пристегивать к воротничку например вот с двух сторон вот так вот зацеплять вот этими вот держалками и тоже было бы красиво интересная такая цепочка очень хорошо сохранившись я думаю что эта вещь винтажная во первых по патенту кстати вот если вы знаете напишите мне пожалуйста где можно находить номер патента потому что вот вот по этим номерам патента может быть где то есть какой-то каталог или где то можно найти что это означает когда это было сделано какой компании понимаете потому что маркировок других нет было бы очень интересно но я не знаю где искать эти патенты если честно ну вот такая вот интересная штуковина такая знаете немножко я бы сказала такая пессимистического вида не яркая не блестящая но тем не менее интересная симпатичная и необычная вот понравилась она мне именно своей необычностью тем что я очень редко встречала что-то подобное следующая брошь которая тоже мне стоила 6 долларов абсолютно великолепно прекрасная я недавно вам показывал браслет подобный который был найден мной тоже в одном из секондов у меня девочки следы ручки здесь на руки не обращайте внимание это я работала сейчас у меня перерыв и я села поснимать видео посмотрите какая прекрасная красавица это испанская техника мне уже написали что это испанская я почему-то думала что это что-то связано с более что-то восточное так ближневосточная южная эта техника называется дамаскин вот меня просветили в том виде где показывал браслет что эта техника испанская и очень много украшений в городе толеда вот таких вот производится и продается она очень красиво я находила похожие броши в интернете они не очень дорого ценятся ну как бы не какие-то сумасшедшие деньги там рай 30 долларов суток но рожь не обыкновенно красиво мне она очень нравится здесь вставлены вот жемчужинки на двух вот этих вот как бы бутонах потому что эти свете есть два листа и два бутона очень красивый вопрос необычная оригинальная я люблю вот такого типа броши очень довольна а я вам не показала обратную сторону до маркировок никаких нет на этих брошек обычно не бывает маркировок и вообще на изделиях техники дамаскин не бывает маркировок иголочка немножко погнутая похоже что старенькая похоже что старенькая замочек в общем вот такая вот интересная замечательная висица хочу вам показать следующее хочу вам показать вот такие бусы понравились они мне очень такие милые и такие знаете течи хотя ну такие знаете потому что они такие простенькие вот черненькая бусинка голубенькая бусинка здесь шапочка такая цветочек можем такие знаете такие не нежно наивные хотя черный цвет он конечно как бы предполагает что это что-то нарядное стоили они 7 долларов что-то долго меня с меня за них взяли ну ладно они маркированы но не самая какая-то такая дорогая вещь но тем не менее мне они просто очень понравились маркировка есть на крючке здесь написано в с черном они видно плохо но нет вот так написано до в эстанте в эстанчерман или истер нет в эстер по моему не такой маркировки эстер джерман в эстер джерман да ну неважно вот такая вот вот такие симпатичные бусы по моему они сделаны из стекла во всяком случае так вот по ощущениям и вот и вот эти маленькие тоже смотрите какие они симпатичные во первых сами и черные бусы очень милые ведь у них так они так переливаются блестят очень хорошо они хранились и вот этот голубенький камушек бусинка очень интересная симпатичная такая и хорошенькие такие шапочки и выглядит она вот таким вот образом длинительная цепочка симпатичные ведь они все разной длины здесь две черные бусины и голубая здесь одна и вот так вот это перемежается и получается очень приятное симпатичное сочетание так еще одни бусы это бусы маркированы ой 13 долларов я за них отдала не знаю зачем так дорого девочки ну так мне почему-то захотелось их купить мне не понравились очень дорого вот такие у нас все сцены в некоторых магазинах причем они совершенно рандомные можно купить такую же такое же ожерелье за 5 долларов можно за 13 но она маркированные я решила ну ладно куплю потому что они 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 и не маркированные какие-то бусы изделия выставляют за те же деньги в некоторых магазинах думая что если это винтаж то не маркированный винтаж выкладывать за 10-13 долларов это как бы вообще ни в какие ворота хотя бы она маркирована это брошь кора видно вам да и вот такая вот металлическая металлические звенья вы знаете цвет мне нравится вот я люблю вот такого к лимонное золото не яркое золото а именно вот такого лимонного цвета прекрасном состоянии сохранились все сохранились эти бусы и с обратной стороны и с этой маркировка кстати только с одной стороны красивая цепочка висит такой шарик здесь на конце и застежка крючок а здесь тоже есть маркировка вот есть на крючке и на кора и на самых бусах видимо за это взяли 12 долларов потому что им показалось что если бусы дважды маркированы то стоят они должны стоить дороже чем пус которым промаркированы один раз очень симпатичные тоже очень универсальные можно их носить с чем угодно и они абсолютно не вышли из моду так давайте посмотрим следующий у нас это клипсы посмотреть какие они интересные стоили они 6 долларов это тоже маркированные клипсы и маркировочка давайте посмотрим я уже не помню если честно какое-то название не очень часто не попадающиеся так триад а клипсы компании триад мне никогда не попадались изделия этой компании выглядит они очень интересно вот так вот они выглядят на ухе их надеваешь на ушко сейчас я вам покажу и вот такими вот забавными бубенчиками они висят у вас на ухе они конечно они больше даже забавные чем чем ну так скажем элегантные да они такие я все никак не могла понять хватает ли здесь всех всех бусинок но мне кажется что да видите основное количество бусинок вот здесь вот в центре и вот здесь вот этот центр а вот вот эта часть вот эта часть бусинок меньше вот так они выглядят на ушки я представляю что это выглядит очень забавно и весело я их тоже конечно примерю ну такие знаете веселые интересные клипсы почему все называю бусы смотрите как они сделаны с обратной стороны вот такая вот интересная интересная конструкция здесь видите несколько по-моему три вот этих вот как бы листика лепестка ажурных и вот эти вот грозди висят на них бус камушек жемчужинок все жемчужинки очень хорошо сохранились прекрасном состоянии забавная и веселая такая вещь очень интересная прикольный на мой взгляд следующий у нас брошь 6 долларов она стоила это тоже брошь маркированная я тоже находила их в продаже в интернете только я находила их золотом тоне а это в серебряном тоне это брошь компании сейчас посмотрим кто это у нас компании трифари да брошь трифари вот такая вот интересная брошь к наверное ее нужно носить вот так нет я не думаю потому что получается застежка внизу если ее прикрепить к одежде то она будет вот так вот отваливаться в принципе должно быть вот так то есть по тяжести потому что я увидела здесь этот черенок и я подумала что нет нет я думаю что носить ее нужно вот таким вот образом красивая такая оригинальные листики сделаны очень красиво аккуратно видите сделаны каждый листочек брошировка обрамление вокруг каждого листка застежка такая хорошо сделана обратная сторона прекрасно сохранилась я не знаю каких это годов написано по-моему там 60-х или 50-х но опять же повторюсь то что пишут в интернетах это все можно подвергать очень большому сомнению потому что очень все это пишут для того чтобы продать естественно не всегда эта информация точная не всегда она аккуратно красивая брошь интересная следующее я показываю это как комплект хотя в принципе это не совсем комплект но наткнулась я на эти две вещи в одном магазине висели они далеко друг от друга но в принципе довольно близко похоже правда довольно похоже хотя похоже только вот цветом на самом деле потому что здесь пластик или термосет что такое термосет скорее всего это здесь эмаль и в принципе форма вот этих клипс и вот этого браслета где-то перекликается вот такой волной но в то же время здесь видите металлическая часть немного другая чем вот эта металлическая давайте я освобожу от их этикеток значит эти клипсы стоили 3-4 доллара на них нет маркировок но безусловно они винтажные а на браслете есть маркировка и браслет стоил 5 долларов так давайте посмотрим на браслет в состоянии не идеальная совсем вот здесь вот видите по колечка вот это вот она по чернела пожелтела окислилась короче браслет кора вот у меня такой вопрос почему браслет кора оценили в 5 долларов ожерелье кора оценили в 13 ну ожерелье в лучшем состоянии я правда вам должна сказать в более более сохранное ожерелье браслет довольно такой потрепанный видите много есть сходов сходов эмали но это видите я ведь показываю очень сильно увеличенном виде немножко ведь есть на металле есть какие-то какие-то вот как будто бы как будто бы ржавчина окисление в общем что-то такое но тем не менее если вот его надеть на руку то это уж не так и бросается в глаза но может быть это все нужно почистить я не очень большой тишь чистильщик не очень умеет хорошо делать но тем не менее я может быть попробую и клипсы вот посмотрите видите на них нету никаких маркировок но клипсы безусловно винтажные 2 на посмотреть потому что иногда маркировка находится на одной клипсе не попадалось мне такое много клея желтого видно видите то есть не могу сказать что там самое супер качественное изделие видимо винтажное которое было сделано ну в принципе они довольно крепкие такие хорошие клипсы и видите они тоже зеркальные то есть вот здесь вот этот завиток с этой стороны а здесь с этой но ведь этот браслет кора он тоже не с ней лучшим образом сохранился хотя в принципе маркированная вещь согласитесь что они вполне могут сойти за комплект потому что вот это вот голубая часть она как бы вот перекликается по форме хотя вот эти вот металлическая она не очень но тем не менее мне кажется что вполне даже можно их носить комплектом ну и звезда нашего сегодняшнего показа вот такой вот крест я не очень большой фанат крестов по разным причинам я вообще считаю что религиозные символы не должны быть украшениями в какой-то мере может быть их можно носить как как какой-то талисман или как какой-то признак своей веры но вот когда из них начинают делать вот такие вот уже украшения то это не совсем моя тема ну и вообще кресты не совсем моя тема по по многим причинам но я хочу сказать что я просто не могла его пропустить потому что красота неимоверная плюс маркированная вещь плюс всего лишь 8 долларов за нее хотели я находила их в интернете они стоят значительно дороже продаются значительно дороже он действительно супер такой супер огромный супер необычный редко встречаются такие вещи значит маркировка 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 где она была была же где-то а вот маркировка очень стерта но эта маркировка park lane вот даже вот видно видите я не могла она могла прочитать пока я не увидела по картинке не нашла его в продаже и прочитала что это park lane компания но потом когда прочитала то я разобрала park lane да он также может быть и кулоном видите вот такая вот здесь штуковина которая принципе является держалка для ее можно на цепь на веревку на какую-то повесить ну своеобразная вещь очень тяжелый такой знаете прямо видите он у меня на руке лежит он прям очень большой я не пойму здесь у меня сход покрытия небольшой или это просто грязь какая-то надо почистить в любом случае это не очень видно вот такая вещь я считаю что это очень удачная находка потому что опять же повторюсь эта вещь стоит ну как бы продают и довольно за большие деньги и найти ее за 8 долларов я считаю что это было большой удачей но во всяком случае своеобразная да не каждый такой наденете но я хочу вот что сказать что я смотрю на него не как крест как крест относящийся какой-то религии я смотрю на него как крест орден вот геральдический крест мне даже кажется что именно вот такая была задумка автора этого украшения потому что потому что вот эти вот расстояния от центра до краев изделий изделий равны и это именно вот выглядит как геральдический крест больше чем как крест религиозный поэтому как бы я в принципе отношусь к нему вот так как геральдическому кресту коим я думаю что он и является вот вот такая вот сегодня находка интересная необычная спорная но по-моему очень достойная ну что ж дорогие друзья вот такие сегодня у нас были находки вот такие украшения надеюсь что вам понравилось и надеюсь что вы получили удовольствие разглядывая мои находки и что впредь вы останетесь со мной а сегодня с вами была диета из канады всех люблю целую пока пока бай